ты снимаешь да смотри мужик хочу тебе ответить на один из вопросов которые мне прислали дорогие телезрители ребята напоминаю да то есть вы можете задавать мне вопросы в комментариях под видео я на какие-то интересные буду отвечать один из вопросов был чуть делать вполне справедливый вопрос актуальнее что делать если ты подошел знакомиться к девушке да то есть подходит ее мужик там ее парень вот и как бы вот ты подошел там привет бла-бла-бла и тут раз такое что-то отходит дышащие такое с бородой борцуха по братики нет сварки скажу сразу так пока пережать события у меня были разные случаи один чувак у нас короче оцелился из травматика было много раз когда там доходил до каких-то легких пиздила вот так растаскиваю было такое что я был в казани там какой-то делал семинарный тренинг и короче спасло то что там очень много казанских ребят они такие застучили рукава я просто покажу девушки не успеваю даже восстановить слава богу привет а стой секундочку я хочу пообщаться и сзади такое дыхание короче такого тут метров города парня сборная не знаю какой-то кавказец и добра со мной не хочешь пообщаться и как я его не пытался объяснить что именно с ними не хочу пообщаться как-то разрулили вот смотрите то есть во первых для того чтобы какого-то палева не было вы не подходите вот если вы видите девушка стоит допустим кого-то ждет на метро или где-то да вы не подходите сразу слишком близко не начинаете сразу трогать там за руку хватать если есть у вас подозрение там на то что она может быть счет мужика то подходите так на социально приемлемом расстоянии я надеюсь слышно из-за фонтана или как то я не слышно фиг с ним не-не-не нормально вот смотри близко к нему девушки не подходи потому что мало ли что да если сомневаешься второй момент если чувак нарисовался ты говоришь следующее что твоя задача сказать это сразу прям он не нос на он подходит так успевает рот открыть сразу смотришь на него говоришь твоя девушка уверенно в себе таким голосом смотришь ему глаза лишь твоя девушка допустим чувак там да моя уже немножко как бы осадится то что ты так вот первый начал эту коммуникацию ты что ну классно смотрите вместе она очень красивая давайте ребят вам хорошего вечера не буду мешать и просто свалить никто ничего плохого не делал ты ничего плохого не делал потому что ты не знаешь его девушка не может еще с ним за руку поздороваться как привет там сашу дети твоя девушка да моя классная у тебя завидуйте мужик и кто же ушел а бывает такой прикос что что хотел сказать вот ты говоришь ему твоя девушка а он в это время молчит он то есть замялся такая пауза потому что он например нам только ее друг какой-то или что-то или там первое свидание у них вот такой если у тебя хватит яиц можешь в этот момент сказать сушь тогда я если он молчит тогда я вот сейчас ее буквально на 5 секундочек украду и попытаться спиздить ее в сторону но вот эта девка она скорее всего двадцать девять процентов не пойдет выбирается очень маленькая потому что при этом чуваки она не захочет выглядеть доступны какой-то и так далее вот если мужик начинает там что-то наседать на тебя выпендриваться хотя так скажу что в москве слава богу с этим все нормально люди более-менее адекватные как он зульяновский вам меньше повезло потому что там реально куча говников визавит парни звезд вот и если мужик хоть но чё то начал герзить ты можешь в случае но если это твоя девушка до напиши у нее на лбу на что это твоя девушка все знали хотя не подходили но это уже герстик дар либо вода сказать мужик чтобы не создавать конкретно маскать ножик знаешь и должен наверное радоваться что твои девушки подходят парни значит она востребанная привлекательная это наверно наоборот должна тебя рада также и поделаешь мне понравилось я подошел можешь сказать там извини не знал но это уже крайний случай Но самый главный, будь уверен в том, что ты ничего плохого не делаешь, то есть ты реально ничего плохого не делаешь. Ты же не подошел к чужой тачке, не сел в нее, блядь, это самое, и не начал рулить. То есть на девушке не написано, чья она. А некоторые парни, знаешь, меня прикалывают такие парни, они говорят, а почему ты не спросил у нее, есть ли у нее парень? Но, ребят, если все сейчас мы, я и там, вы будете спрашивать у девушек, есть ли у тебя парень, ну, значит, нам грош цена, значит, мы, ну, не мужчины, а долбоега. Потому что, мне кажется, мужчину не должно останавливать мысль о потенциальном конкуренте. А что, то есть надо было спросить, есть ли у тебя парень, она говорит, есть, если сказать, а ну ладно, извини, зачем ей такой мужик? Но об этом уже в другой раз. То есть, ребят, надеюсь, я ответил на ваш вопрос, что делать, если появился парень этой девушки. Увидимся в следующих видео, пока.